Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа и ее ведущий Александр Глушенко. Сегодня 19 ноября. Сегодня ровно год с того момента, как Всемирной Организации Здравоохранения, ну и естественно при участии санитарно-эпидемиологических служб Китайской Народной Республики, все-таки был обнаружен и установлен тот самый коронавирус, который уже в течение ровно года преследует человечество. Значит, данные, сведения о его установлении, о его определении, о его появлении могут быть достаточно противоречивыми. Единственное, что мы можем признать, что ориентировочно примерно в районе этой даты был обнаружен этот вирус. Больше того, достаточно противоречивыми являются сведения о его происхождении. То ли это какая-то летучая мышь, которую съела крыса, а потом эту крысу съел какой-то китаец, а потом этот китаец где-то на кого-то чихнул или кашлянул. Очень противоречивые данные. Более того, есть масса, ну скажем так, конспирологических версий, которые пытаются доказать человечеству, что это был процесс рукотворный, что в этом городе, вот в том китайском городе, в котором была зафиксирована первая вспышка коронавируса, эпидемии коронавируса, находятся секретные армейские лаборатории и так далее, и так далее, и так далее. Да, всего этого много. И версий, и вариантов версий, и того, о чем сейчас на сегодняшний день размышляют и ученые, и политики, и журналисты, и публицисты. Но при этом давайте себе дадим отчет в том, что мы прожили в условиях вируса, вот этой вот пандемии или эпидемии, называйте еще раз повторяюсь, как хотите, мы прожили ровно год. Когда он начал распространяться, когда он начал двигаться, больше того скажу, что сейчас мы можем, вполне можем и обязаны даже упрекать те власти медицинские, санитарные, политические, различного рода власти государственные, упрекать в том, что меры по борьбе с этим коронавирусом были приняты недостаточно и были приняты запоздалов. Да, смотрите. Я сейчас даже не хочу и не буду приводить цифры, потому что цифры разнятся у разных государств, у разных статистических агентств, но погибли миллионы, погибли миллионы, переболели миллионы. В той же, допустим, России, то, что мне ближе, то, что, наверное, скорее всего, должно воловать каждого гражданина своего собственного государства, потому что это мое государство, это не путинское государство, здесь нахожусь я, я здесь власть, и я совершенно ясно и четко вижу, что 2 миллиона переболевших для страны в 160 миллионов, вернее, в 146, по-моему, миллионов человек, прошу прощения, это оговорка, цифра переболевших коронавирусом очень большая. Цифра умерших просто страшная. Год мы прожили. По кому, каким образом, в связи с чем, для чего, давайте разбираться, нанесен главный удар этой эпидемии или пандемии, да? Прежде всего, по экономике. Давайте посмотрим, какие за этот год, какие отрасли экономики в большей степени просели, какие отрасли, некоторые из которых вообще перестали существовать. Ну, вот посмотрите, допустим, берем отрасли, которые связаны с использованием недвижимости. Это, ну, прежде всего, риелторский бизнес, да? Кому сейчас, на сегодняшний день, нужны офисные помещения? Я не буду делать анализ из интернета. Я просто иду по миллионному городу, по миллионному городу, и вижу, что на каждом углу висят, вернее, не на каждом углу, а через одну витрину, скажем так. Угол это слишком далеко друг от друга, да? Один и второй. А через одну витрину висит баннер аренда-продажа, аренда-продажа, аренда-продажа. Этот самый вирус заставил людей уйти на удаленку, уйти на работу онлайн. Связываюсь, разговариваю с знакомым риелтором. Это женщина. Больше того скажу, ну, моя давнишняя знакомая, моя ровесница, которая, ну, 20-30 лет успешно проработала в риелторском бизнесе. И она мне говорит, Саш, все, бизнес встал. Недвижимость теперь, особенно офисная, особенно коммерческая, больше никому не нужна. В том числе и связанная с физическим обеспечением нужд людей. Она говорит, теперь никому не нужны помещения под кафе, никому не нужны помещения, естественно, под офисы, и уже перестали брать, покупать или оформлять помещения под те же самые магазины. Потому что серьезно начал развиваться онлайн-бизнес и бизнес, связанный с непосредственной доставкой. Серьезно просели нефтяники. Да, я вот сегодня буквально был в институте в НИПИ газодобыча. Газодобыча. Проседает нефтяной, газовый, угольный и дровяной, скажем прямо, да, бизнес. Ну, то есть берем твердое, жидкое и газообразное. Проседает. Почему? Потому что передвижение людей по миру, снабжение, обеспечение людей вот этими самыми ресурсами, естественно, снижается. То есть падает, скажем так. Люди меньше стали летать на самолетах, люди меньше стали ездить на поездах, люди меньше стали ездить на автомобилях, потому что закрыты границы, вплоть до административных границ между различными регионами. И плюс еще срабатывает элементарное человеческое чувство соблюдения правил и мер безопасности. Резко упал бизнес туристический. Вы прекрасно это понимаете. На сегодняшний день попасть в туристическую поездку за границу фактически, скорее всего, наверное, невозможно. Я открыл сайты, связанные с продажей билетов на самолеты в, ну, скажем, в те регионы, куда мне хочется и хотелось бы полететь или поехать, да? Корочество рейсов сократилось примерно в 10-12 раз. Кто ничего не потерял? Естественно, не потеряли те структуры, которые занимаются обеспечением борьбы с этим самым коронавирусом. Это, само собой, определенные финансовые ресурсы приобрело здравоохранение, определенные финансовые ресурсы приобрела полиция. Да, давайте не будем удивляться. Они активно участвовали и участвуют сейчас на данный момент в обеспечении режимно-карантинных мероприятий. В некоторых регионах это реально режимно-карантинные мероприятия, в других регионах это такие режимно-карантинные мероприятия light. Но на самом деле Министерство внутренних дел получило дополнительное финансирование. Некоторое дополнительное финансирование за счет государства, сразу говорю, это тоже мои личные знания, это мои личные общения, получила социалка. Социалка, да, то есть те сферы, которые связаны с обеспечением пожилых людей, инвалидов. Надо отдать должное, да, тому самому государству, да, которое мы готовы ругать день и ночь, которое не справляется со своими функциями, но которое все-таки определенное количество средств направило на содержание социальных служб, которые в определенной степени должны были и, наверное, все-таки в определенной степени справляются с возложенными на них задачами. Ну и, наконец, широко, вернее, серьезный, можно сказать, бурный подъем пережила система IT-индустрии. Те чиновники, ну не чиновники, я скажу так, клерки, да, клерки, которые из своих офисов переместились в свои квартиры и работают на удаленке, тут же кинулись искать новые программы, кинулись искать новые антивирусы, кинулись искать новые гаджеты, кинулись искать новые компьютеры. И все это, ну, скажем так, грубо говоря, поперло в сторону IT-индустрии, с чем я могу специалистов IT-индустрии поздравить. А в большей степени могу просто сказать, что мы уже год прожили в условиях пандемии и никуда она уходить от нас не торопится и не спешит. Очередная волна идет сейчас, говорят, что ученые, там эти всякие академики, профессора, говорят, что она продлится в течение октября-декабря. И, наконец, третья волна наступит опять в марте и будет продолжаться до лета. Все, что могу сказать, друзья, я вас не поздравляю, я просто констатирую факт. Мы год живем в условиях пандемии. Это дата, это почти памятная дата. Всего вам хорошего. Главное – здоровья и берегите себя. Масочки, перчаточки действуем в соответствии с указаниями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова